здравствуйте это программа 1922 я ведущий алексей золина рядом со мной болельщик спартака резидент проекта стендап на тнт роман косицын роман привет привет с победой тебя для тоже победы да замечательная победа случилась сегодня кстати смотри вот два матча до обозримом прошлом произошли до матч с цска победа 21 и матч с тунном побед 21 какая круче мне кажется мы сравниваем и нельзя наверное выговорить это выражение надо быть уважительными к соперникам которых мы обыграли ну конечно же сегодняшняя обеда в несколько тысяч раз важнее победа в дерби на циск но конечно лично для меня тоже важнее потому что игру с тунном я смотрел вот где-то в тринадцатом ряду той трибуны а игру с цска я поучаствовал в праздновании двух голов с игроками поэтому мне кажется даже ну нет варианта что сегодня был круче всего значит бывает несколько дней когда ничего не происходит а бывает один день когда происходит столько что хватает и на год всего мы сегодня просто ехали на машине заранее к матчу и нам все началось с того что ну мы везде побывали во вторых сделали купили майки нам сделали номера фамилии и я могу сказать что было хуже всего так на общем фоне чуть-чуть хуже всего смотрелся первый тайм тебе не показалось что как будто бы все скованно действовали и боялись раскрыться как будто бы этот скучноватый был первый тайм но мне кажется просто наши ребята немножко устали потому что у нас игры через два на третий через три на четвертый и потом на фоне этого казалось бы 15 минут и все пошло по-нармальному я думаю что все боялись рисковать и вообще откладывали все на второй тайм и мы во втором тайме увидели ради чего все откладывалось да мы увидели твое лицо когда ты праздновал гол по моему круче было придумать сложно но с точки зрения эмоций сегодня мем наш внутренний я это жига плюс 15 килограмм если 15 килограмм сбросит то в принципе чернявики с бородой но жига признали лучшим игроком сегодня матч ты согласен с этим я так понимаю ну если человек забивает два гола в таком принципиальном матче и получается решает исход то наверное да ты стоял прямо за воротами когда жига забивал вообще как это было туши но это что-то невероятное смотреть порно и участвовать в порно вот две разных вещи понимаешь не на трибунах прикольно но когда ты вообще почти сам в игре то есть почти участва еще не хватает только выйти и забить но я уже мне уже 35 поэтому наверное даже форму не наберу такой чтобы выдержать минуты 2 наверно надо проконсультироваться шарли я думаю об этом лучше знаю вдруг если что знаете десятый номер извини зелим хан но на три минуты меня хватит кстати как тебе шурли раз мы о нем вспомнили у таких людей виден невероятный уровень и у таких людей может быть только одна проблема отсутствие мотивации то есть как зачастую бывает с игроками они приезжают первые там полгода год на год это в лучшем случае выдают супер уровень а потом мотивация снижается и все на уровне сейчас вот эти матчи шули видео во первых и уровень игрока и огромное желание и третье сегодня видел как он если не ошибаюсь это был господин трактенберг как они обнимались после матча такое впечатление что он в спартаке уже ну не знаю ну года три минимум он буквально сыграл несколько матч он очень радовался это очень искренне круто и что еще в нем заметил он и на опыте и на умении не боится идти в обыгрыш сегодня наконец-то были полные трибуны это же по-другому смотрится 44 тысячи там с чем-то людей это очень круто такой атмосфере игрокам играть мне кажется но второй гол же го забивал в тумане там из-за ворот как это смотрел ну да можно теперь его назвать ежик получается в спорте таких вот такого уровня все решают какие-то секунды и он на секунду на микросекунду был ближе к мячу протолкнул гол вообще кстати второй номер центральный защитник забивает два мяча я вот на моей памяти нет такого чтобы такой был я тоже мы общались не сразу вспомню когда у нас был центральный защитник который активно подключается к атаке и главное результативно подключается возможно были которые просто подключались но еще успевали нам может слушай я вижу автограф у тебя на плече это автограф мы ходили на автограф сессию понци и он кстати должен был сказать что если у него родится третий ребенок и это будет сына он назовет в честь понци и за килем но он забыл английский язык мне кажется когда подошли функции он сказал просто язык и из-за best name так как тебе понци матчах с тоном он в каждой игре забил по мячу скорее всего так как во первых я знаю статистику прошлом клубе и так далее у него очень хороший уровень и пока очевидно что он до конца не расслабился наверно вот когда до конца расслабиться почувствует себя в своей шкуре в своем костюме понци уверен гораздо более пойдет продуктивная игра в его исполнении тем более мы сегодня у него спрашивали как раз когда подходили второй вопрос был от товарища сколько голов планируешь забить он такой типа сказал ответил что сколько возможно а он хотя бы 10 10 это мало а тут ну 10 это мало у нас больше 10 если забиваешь бы барда мне кажется ему сейчас ему сейчас покажут видео с нарезку с играми олега веретенникова и он на до тридцатку час махнет это будет хорошо кстати если кто-то и друг не знает олег веретенников свое время был лучше бомбардированный чемпионат россии но это было давно и не в спартаке вообще у нас были свои бомбардиры у нас их достаточно первый таймс ту нам тоже был плохим и тяжелым мы его даже проиграли здесь первый таймс циска мы не проиграли но второй тоже выиграли с преимуществом это было круто я не знаю что происходит перед я не знаю план ли это если план то это вообще очень круто я имею ввиду что умение усилиться включиться во втором тайме это то чего ну давай не будем скрывать долгое время и нам и вообще в принципе российским клубам зачастую не хватало то что мы видим второй матч подряд огромная просьба я не знаю кому тренеру судьбе еще что-то сохранить и продолжать в том же ты рассказывал про своего товарища да я скажу про моих коллег они долго мучились пытались определить как называть жителей туна ты определился чисто с российским приколом типа тунец можно назвать это наш бутерброд с тунцом можно а так ну к иностранным словам же у нас нет вот типа там архангел огородец как будет туногородец тогда да или курянин тут тунянин теперь идем дальше мы едем в брагу жители браги как будет это меня только одно слово вертится мне сразу поставят два автоматически вот вернуться в школу отберут медаль у меня и скажут вот два тебе но брожанин очень сильно вертится на язык брожанин 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 это в принципе человек который всегда ходит а водит до всех кто идет на сидел них брожение ну брожение пресс мы надеемся что в этом брожении спартак покажет русскую водку настоящую и дашь прогноз на игру а не люблю это потому что я никогда не ставлю деньги на важные матчи потому что как мне кажется в момент когда конкретно ставлю я меняется вот какой-то баланс сил я когда-то очень давно мой друг он не за не поклонник рубина но в матче с рубин барселона он очень хотел поставить на победу рубина миллион рублей мне был миллион рублей и я и не сделала я отговорил он брак теперь твой ну понятно что не будет играть тили ларсон насколько нам тяжело в браге будет тут вопрос к самим себе я не они не любители этой истории но вопрос самим себе если убираем даже если выбираем теле ларсона во-первых есть кем заменить и тут спартаку надо расслабиться вот на фоне этих двух побед почувствовать уверенность в себе и сделать то что и так все от него мы очень хвалим наше нападение но вторую игру подряд у нас очень здорово играет саша максименко в воротах у это очень здорово это ты разделил на 10 то что вообще происходит в его жизни сейчас и как он действует он основной сейчас радость потока по твоему ну а какие могут быть вопросы мне сейчас кажется если бы буфон за ним сидел все равно был бы основным максименко я искренне рад за то что у молодого игрока но вот был период когда его ставили потом что скрывать при всем потому что мы его там людям уважаем был период когда у него там не заладилось чуть-чуть и я очень рад что сейчас вот он пережил этот период переломил себя и но вы все видите что он совершил взросл а я не знаю это надо близким с ним людям которые общаются сказать факт налицо что по статистике конкретно был спад он пережил его преодолел и сейчас на своем уровне который вообще за пределе ты был в браге да это точно знаю что там самое лучшее кроме слушай я там был на 4 часа и меня была задача в португалии попробовать блюдо называющийся октопус знаешь такого нет это осьминог я очень сильно хотел попробовать и в итоге вообще игра не стоила свеч это какой-то ну что-то на который на зубах как-то скрежет вот такой происходит на стадион и не попал вот такой небольшой городок спартак попадет на стадион ему там надо не 4 часа а всего два и мы очень надеемся вместе с романом что у наших ребят там получится мы вообще будем очень сильно переживать сейчас все на волне того чтобы вот спорта играют классно и вот результат есть 4 победа под все время я тоже не люблю этого хочется сделать но надеемся что они и без вот этих всяких суеверий свой уровень сохранят спасибо большое я говорю роману косицыну спасибо это была программа 1922 увидимся через неделю пока